Ну и вишенка на торте на сегодняшний день это наша долгожданная и очень ожидаемая Джо Байден, президент Соединенных Штатов, дал зеленый свет на обучение украинских летчиков на истребителях F-16, западным союзникам Украины. Аллилуйя! То есть сейчас те страны, которые готовы были, я напомню, Румыния учебный центр готова была открыть, Дания и по-моему Швеция. Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг, сообщила вот эту для нас очень радостную новость. Но посмотрим, это кстати к разговору, что самолеты могут появиться внезапно. Да, у нас там 8 пилотов готовых, 20 еще изучают английский язык для курсов обучения. Но я напомню другой вариант. Дело в том, что в военном бюджете Соединенных Штатов на этот год заложено 100 миллионов долларов на обучение пилотов в США. Я думаю, что есть информация о том, что вполне возможно уже какая-то группа пилотов готова. Для того, чтобы готова уже прошла обучение на самолетах F-16. И нам надо быть готовыми к тому, что они могут появиться на поле боя внезапно. Вот такой вот очень приятный, очень нужный и очень долгожданный зеленый сигнал или отмашку наконец-то дал Белый дом в подготовке наших летчиков. Так что самолетом быть. Не за горами, наверное, и Атакамс для систем Хаймарс и М270, МЛРС М270. Ну что ж, на этом мы с вами первый раздел нашего военной и военно-политической обстановки закончим. Я по традиции делаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Всем доброго рану. Не божают, игноруют або саботуют виробництво ракетного оружия средней дальности украинского виробництва. Как наземного, так и повітряного базования, так и безпилотников. То есть мы слышим от этих видов лишь отмазки вместо пошуков шляхов, вирешения, например, побудовы, або оренди військовых заводов и примечений на территории других стран. Как это делают, например, Немецкая и Туречка на территории Украины. Без цього не отримати паритету в озброенні та остаточной перемоги. Ну, я тут с вами немного не соглашусь. Давайте подискутируем в том плане, что да, мы очень долго раскачивались, долго мы бодались с бюрократией, но сейчас вопрос организации производства беспилотников, их разработки, он отпущен в свободное плавание. То есть у нас частные предприниматели, волонтеры, бизнес, будем так говорить, может спокойно разрабатывать, рассчитывает на государственные заказы, 40 договоров подписано, 40 компаний работает и 40 миллиардов. Ну, вот такое вот даже совпадение в цифрах, наверное, не случайное появилось. Так что с беспилотниками сейчас вопрос решается. Не так быстро и немного с опозданием, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Что касается боеприпасов, то я вам скажу, что поток боеприпасов, особенно старого образца, 122 миллиметра и 152 миллиметра, он не такой уже и большой. И поэтому, а так как у нас, ну, наверное, половина артиллерии, если не большая часть, до сих пор старая советская, то нам эти боеприпасы крайне нужны. И организация их производства на мощностях наших стран-партнеров, это абсолютно не, как бы, ну, не бесполезная работа. Это крайне необходимая подпитка нашей артиллерии. Что касается боеприпасов, 155, то да, слава богу, они пока поставляются. Но, судя по заявлениям тех же Соединенных Штатов, что дали кассетные, потому что других нету, и я вам скажу, что США очень медленно раскручивает свое производство 155-мм боеприпасов. Сегодня Европа, как бы, финансирует и захочет страны для того, чтобы они разворачивали это производство у себя, создавали рабочие места. Им это компенсируется финансово, и производили боеприпасы. Потому что все поняли, что это война артиллерии. Война дронов и артиллерии. С дронами, дронов, понятно, надо тысячи, десятки тысяч. И артиллерийских снарядов надо десятки тысяч, миллионы снарядов. Потому что, если в сутки даже по 10 тысяч выпускать, это 300 тысяч в месяц. Вот. 300 тысяч в месяц, это огромнейшее, точнее, да, 300 тысяч в месяц. 10 тысяч в день на 30 дней. Вот. Три месяца миллион снарядов улетел. Практически. Вот вам вся арифметика. Поэтому боеприпасы крайне нужны. А вот насчет ракетного вооружения, тут проблема в технической базе. Нельзя просто прийти и взять цех. Да, можно взять цех, взять участок земли, начать строительство. И через сколько вы? Через 3-5 лет вы получите завод? И что тогда? А война подождет, пока мы построим этот завод? Если есть возможность, мы разворачиваем. Вот видите, стубна наша. Мы же увеличили, в 4 раза увеличили за полгода производство ПТРК стубна. То есть мы меньше уже зависим от западных поставок. Точно так же и в тех видах боеприпасы развернули производство. Кроме того, что нам поставляют. 100 советского калибра образцов. Образцов советских калибров. Сейчас разворачиваем под натовский калибр, 155-й. Мины разворачиваем производство. Но с ракетами намного тяжелее. Это тяжелая машиностроение. Это есть особенности в производстве. И поэтому я не думаю, что нам удастся даже в ближайшие... Про месяцы вообще речь не идет. Это годы организации этого производства. Поэтому если есть возможность, допустим, в условиях лабораторных производить какое-то количество ракет. Да, это можно сделать. Но промышленное производство, я думаю, что мы будем налаживать уже после войны. Поэтому мы сегодня так уповаем на наших партнеров, чтобы нам дали ракетное вооружение сегодня и сейчас.